И вот, кстати, на сайте экскурсовода из Израиля вы видите Мадрихим-блокпост, я нашел прекрасную иллюстрацию в карте Израиля. Вот мы видим озеро Кенерет, Иорданская долина, Мертвое море. К сожалению, не показан весь путь к Эйлату, но мы также видим, что вот эта вся низменность приморская, она горами Самарии и Иудеи отгорожена с востока. Ну и вот здесь и Иерусалим находится, в частности, и Шхем, и так далее. И мы видим вот эту Израильскую долину, которая соединяет область Кенерета с Хайфой. И, как мы уже сказали, к большому сожалению, это тоже зона сейсмической активности, которой надо большое внимание уделять. Буквально вчера-сегодня было сообщение о том, что в Бейтшане, который находится вот примерно здесь, или вот здесь на карте произошло землетрясение силой 3,5 балла. Оно не опасно, хотя в этих местах люди чувствовали в сообщениях новостей, там говорилось, что мебель ехала вдоль квартиры, и люди чувствовали, что трясется почва под ногами. Еще раз, это не опасно, но это нам предупредительные звонки, чтобы мы серьезнее отнеслись к этой проблеме. Вот, и на следующем слайде я выписал крупнейшие землетрясения, которые происходили в нашем районе за последние века. Очень разрушительное землетрясение получило название Ближневосточного. Это была целая серия землетрясений. Она как бы захватывала северную часть Израиля и район Либана, современной Сирии. В 1759 году, по различным оценкам, до 20 тысяч человек погибло. Следующее печально известное землетрясение 1837 года, Цфацкое, иногда его называют также землетрясение Галилеи. Эпицентр был южнее Кинерета, в таком месте, которое называется Румфаут. И Цфат был практически разрушен. В целом около 6-7 тысяч человек погибло, и евреи покинули Цфат долгое время после этого. И относительно недавно, уже в 1927 году, землетрясение в эпицентре, с эпицентром в районе Ерехо, пострадал Иерусалим, Ерехо, Рамли, Твери, Шхем. И по меньшей мере 500 человек погибло.